Драка на улице Привет, я Пол Бунак. Добро пожаловать в программу «Панан Джакман». «Панан Джакман» — это филипинская техника ударов по ногам. Она отличается от других техник ударов по ногам тем, что удары по ногам сочетаются с ударами руками по верхней части тела. В то время как руки бьют по нервным окончаниям верхней части тела, ноги работают по ногам противника. Мы по нервным окончаниям ног по коленным чашечкам по связкам. Я покажу вам каждый удар в отдельности, потом покажем вам тренировки, которые мы делаем, чтобы развить ритм, а потом мы сложим все это вместе в комбинации с руками. Оставайтесь с нами. Первый наш удар называется «жалящий». Он наносится в колено. Дэйв, подойди, пожалуйста. Руки работают по верхней части тела, и мы наносим удар по колену или под колено. В реальности в этот удар вкладывается больше сил, и мы как бы проходим сквозь колено. Но на тренировках, конечно, он наносится слабее, и вы увидите, иногда удары чередуются с ударами другой ногой, или иногда по одному колену два раза работает одна и та же нога. Вот, посмотрите, прямо в камеру. Вы направляете удар точно в колено, в реальности. Во время тренировок вы бьете под колено. Следующий удар называется «черпающий». Я покажу вам, Тревер. Опять-таки, мы сближаемся. Я не буду показывать вам, что делают руки. Об этом мы поговорим потом. Я буду показывать вам каждый удар в отдельности. Следите за тем, как я работаю ногами. Удар сразу отдергивается. Вы как бы зачерпываете что-то ногой. Опять-таки, все это мы будем делать в комбинации с работой руками. Вот, смотрите, в камеру. Я сближаюсь, делаю черпающий удар ногой и отхожу назад. Пусть ваша нижняя часть работает независимо от верхней. Следующий удар называется обратным ударом по колену. Мы атакуем связку на задней части колена. Удар наносится по внутренней стороне коленного сустава. Во время тренировок вы можете просто чиркнуть по колену или ударить по бедру, но в реальности удар наносится точно по обратной стороне колена. Попробуйте этот удар, вы его оцените. Панен Джакман — это не очень эстетичная техника, но она очень функциональна. Этот удар называется обратный удар по колену. Так, следующий удар будет похож на черпающий удар, только траектория будет более круговая. Это круговой удар по ногам в нижней плоскости. Филиппинцы особенно подчеркивают жалющее движение этого удара. Конечно, все это делается в комбинации с руками, но мы посмотрим только на этот удар в отдельности. Рон. Мы находимся на амблейской дистанции, и я наношу жалющее удар. Вот, все, что я делаю, следите за моей ногой. Я также меняю ноги, как во время черпающего удара, только траектория идет вот в таком направлении. Если он приближается ко мне, я наношу этот удар. Спасибо. Траектория этого удара круговая, и направляется он в нижнюю часть ноги. Удар получается жалющем. Используйте носок своей ноги как жало. Следующий удар — это задний крюк. Мы атакуем нерв, который проходит по задней части ноги. Этот удар похож на удар из тайского бокса, только траектория немножко другая. Тайцы больше внимания уделяют круговому движению и атакуют голенью. Мы тоже атакуем голенью, но траектория удара направлена более прямо. Мы бьем с прямого угла. Это очень прямой удар. Представьте себе, что ваша голень — это бейсбольная бита. Он идет на меня, я атакую его с помощью своей голени. Вот мой удар. Я пользуюсь всей массой своего тела и атакую бедро. Давайте попробуем. Следующая серия движений — удары по стопе. Вы должны с самого начала понимать, что является целью таких ударов. Вы не можете наступить кому-нибудь на ногу и надеяться, что вы победили противника. Это движение только чтобы отвлечь. Вы поработаете руками по верхней части тела, потом наступите на ногу противнику, смутите его и снова начнете работать по верхней части его тела. То есть это улобка, обманное движение. Задача этого удара — отвлечь противника от верхней части тела, потерять защиту, потерять бдительность. Рон, иди сюда. Первый удар по стопе делается вашей задней ногой. Он идет вперед, вы наносите ему такой удар. Второй удар наносится передней ногой. Это очень неприятный удар. Вы сильно, всем весом, всей массой своего тела наступаете на ногу противника. Вы с любой стороны можете атаковать стопы противника. Хотите с этой, хотите с другой. Стой, с какой удобно. Есть еще один удар. Я вообще-то не очень люблю его. Вот он, удар с задней ногой с поворотом. Я не люблю его, потому что с большим удовольствием нанесу удар по бедру, но если уж этот удар есть, я вам покажу его. Знайте его просто для того, чтобы лучше понимать механику тела. Следующая группа движений — удары коленями. В дайском боксе коленями атакуют по верхней части тела. Филипинцы атакуют коленями по ногам. Опять-таки помните, все, что вы будете делать, будет делаться в сочетании с работой руками. Ваше заднее колено может наносить удар сбоку по бедру противника. Переднее колено может наносить удар по средней линии тела противника, по внутренней поверхности бедра. Иногда вы можете работать коленями по перемене и даже переходить на подсечки. Спасибо, Брайан. Опять-таки работайте коленями в комбинации, работайте коленями по перемене, переходите на подсечки. И все это с работой руками. Одно делается в сочетании с другим. Вот главный ключ техники Панни Джакман. Это были основные удары техники Панни Джакман. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели, как мы тренируемся. И помните главное. Панни Джакман уделяет особое внимание ритму. Как только вы получаете удар, вы сразу возвращаете его. Вы должны работать в ритме на счет 3. И вы увидите, как мы это делаем. Другой важный момент. Мы всегда бьем по ногам в полный контакт. Мы никогда не делаем вид, что наносим удар. Мы бьем в полную силу. Таким образом вы снижаете чувствительность ваших ног, можете атаковать нижнюю часть тела противника и таким образом деморализуете его, побеждаете его эмоционально. Вот чем замечательна техника Панни Джакман. Если вы атакуете нижнюю часть тела противника, вы сбиваете с толку его сознание. А это именно то, что нам нужно. Так, ребята, помните, на счет 3. Встали в стойке, начали. Поменяли стойки. Хорошо. давайте задний крюк по задней части бедра на счет 3 приготовились поменяли стойки жалящий удар то же самое хватит встаньте в стойке немножко подальше друг от друга давайте черпающий удар приготовились начали теперь давайте обычный удар крюк теперь давайте то же самое только наносите удар чуть пониже по внутренней стороне голени чуть повыше лодыжки на счет 3 начали хорошо поменяли стойки жалящий удар по внутренней стороне бедра начали то же самое только черпающий удар по внутренней стороне бедра начали так давайте обратный удар по внутренней стороне коленного сустава подойдите друг другу чуть чуть поближе начинайте точнее поменяли стойки то же самое с другой стороны хватит молодцы если вы заметили главным в нашей тренировке было то что мы первое наносим удар в полный контакт второе между ударами в контакт мы постоянно двигаемся никто не стоит в жесткой стойке это постоянная работа ногами постоянное движение третье мы наносим удар в связке в нервные центры на ногах мы наносим удар в определенные точные цели вот что представляет из себя техника паненджакмана попробуйте итак мы подбираемся к самому главному комбинациям паненджакман известно именно комбинациями джо идет на меня и я наношу косой жалящий удар но если джо будет отходить назад мне придется пойти вперед чтобы нанести такой удар второй раз это мы называем двойной косой жалящий удар давай еще раз медленно иногда можно поменять стойку и нанести удар с другой стороны давай джо еще раз такая комбинация или вот такая один и тот же удар два раза попробуйте да б да 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...